Ой-ёй-ёй-ёй, так, где же бензин, ребята? У нас сейчас закончится бензин. Нужно взять бензин. Да, мы взяли бензин, супер. Так, или у нас не кончается бензин, что-то я не понимаю. Да, вау! Ребята, не забываем подписываться на мой канал, а также ставим палец вверх. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы будем играть в игру MMX Hill Climb. Будем кататься на северном полюсе на автомобиле Мышца. Ну что ж, давайте, в принципе, и возьмём её. А, Мышца недоступна, потому что нет связи с интернетом. Тогда давайте вместо Мышцы возьмём какую-то такую тачку, чтобы... Ох, давайте лоурайдер, наверное, возьмём, чтобы мы могли на ней, так сказать, нормально ездить по снегу. А ну! Ох, ребята, отлично! Супер! Просто супер! Супер! Машина себя ведёт просто отлично! Я думал, для зимы она не подойдёт, но, видите, как оказалось, мы взяли её, и для зимы она нам подходит. Смотрите, у неё колёса как раз такие, которые... которые нам нужны. Давай-давай, что-то... На педаль газа не нажимается. Так, что-то педаль немножко подклинивает. Давайте ещё раз проедемся. И посмотрим, насколько этот автомобиль мощный. А вот на второй площадке показывает, как я еду только в прошлой гонке. В этой гонке мы обязательно должны быть намного круче. Ну, я, по крайней мере, я так думаю. Вау! Да-да-да! Это круто! Я считаю, что это вообще просто отлично! Всё, супер! Супер! Отлично! Вау-вау-вау-вау! Автомобиль показывает отличные характеристики лётные свои. Показывает свою мощь и... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Так, где же бензин, ребята? У нас сейчас закончится бензин. Можно взять бензин. Да, мы взяли бензин. Супер! Так. Или у нас не кончается бензин? Что-то я не понимаю. Да, вау! Круто! Прилетели ещё и в конце. На самом финише мы сделали отличное сальто. Ну что ж. Давайте пройдём дальше и возьмём для такого дела... Оооу! Трофи! Ребята, новый автомобиль! Я такого ещё не видел. Я такого ещё не ездил. Трофи! Трек! И мы будем кататься с каким-то Алёша Хуч или Алёша Хач. Короче, мы с ним будем ездить на перегонки. Ну что ж, ребята, давайте, в принципе, приготовимся к старту. Три, два, один, поехали! Ой-ой-ой-ой-ой! Посмотрите, как он рванул! Он ещё и подарки теряет по дороге. Ну, у нас автомобиль, я хочу вам сказать, достаточно-таки подготовлен для Северного полюса. Так что, в принципе, он отлично себя ведёт. Но я хочу вам сказать, что хотелось бы быть впервые, потому что он уже удрал давно. Его и не видно. Тихо-тихо-тихо! Машина довольно-таки мощная и отлично себя ведёт. Что-то я не вижу. Куда он делся? Он либо впереди едет, потому что даже я не вижу нигде, либо едет сзади. Либо впереди, потому что только что подарок сидел и лежал, он потерял. Вот это он рванул. Ой-ой-ой, ребята, я не могу! Как так-то? Да как так я мог вот так вот просто разбомбиться, скажите мне? Не, не хочу его. Давайте возьмём супер-го... Вот эту, короче, гоночную тачку-стрелу вот эту. И посмотрим, на что она способна. Ребята, и грузовик всё равно вышел вперёд, представляете? Я же на этой машине... Это же вообще у меня не машина, а самолёт. Помните, мы в прошлых частях просто летали на ней. Она же создана для того, чтобы лететь по воздуху. Это же правильнее будет вообще её называть ракетомобиль. У неё даже, смотрите, клюв, как у самолёта, как у истребителя. Так что вот этот ракетомобиль должен не только выиграть гонку, он должен выиграть миллион долларов за то, что вообще он сегодня сражается против такой драчки, которая вон едет возле меня. На которой ездит Алёша или как там его звать. Так, дорогие друзья, вау-вау-вау. Дорогие друзья, пишем в комментариях, как улучшить автомобиль. Кто знает, потому что я не знаю. Если можно улучшить этот ракетомобиль, то я буду тогда вообще не ездить, а просто лететь по воздуху. И это будет просто супер, так как мне не придётся касаться земли. Новый рекорд у меня. Я пришёл всё равно второй, ребята, потому что этот Алёша меня опередил. Так, на танке я кататься не хочу. Давайте прокатимся на вот такой машине с большими колёсами. Ну что ж, поехали. Отлично себя показывает этот автомобиль, но не на скорость. Чисто для того, чтобы преодолевать различные препятствия, я так понял. Потому что просто так гнаться за скоростью, то слишком быстро её аж подрывает в воздух. Этот слишком медленный, создан чисто на силу, на мощь, а не на скорость. И поэтому мы имеем проблемы с некоторыми такими штучками, которые не позволяют нам прийти к финишу первыми, а также гнать очень быстро. Мы либо перевернёмся на какой-то горе, либо просто мы не сможем проехать, потому что это всё не так легко, как вам может показаться. Нам на первый взгляд, да что ж такое, как я мог вот так вот разбиться, ребят, подскажите мне, как? Я же просто не убиваю. Так, ну что ж, давайте возьмём всё-таки машину вот этого оленя и попробуем поездить вместе с ним зимой. Ого, ребята, у него двигатель, я так понял, стоит мощнее, потому что у меня аналогичный автомобиль, но характеристики, я так понял, намного хуже, потому что он уже далеко-далеко впереди. А я ещё еду, далеко позади. Одни рога из машины торчат у меня, но ничего, сейчас мы их обрубим, как у оленя, рожки торчат. Ничего, сейчас мы их поставим на место. Так, а вместо этого нам нужно... Что за нам нужно, я и сам не знаю. Нам нужно просто приехать как можно скорее первыми. Собираем очки. И собираем, естественно, бензин. Правда, я так понял, что у нас полный бак бензина, который не кончается. Не понимаю, зачем мне нужно брать всё остальное, если у меня уже полный бак бензина. И так странно, но ничего. Ну, видите, мы опоздали, знаете, на сколько, ребята? Мы опоздали ровно на 3 секунды. Он пришёл раньше, чем мы. Ну, почти на 4. Но, ничего. Давайте возьмём вот такую тачилу. А, вот, ребята, улучшение скорости. Вот обновление. А я и не видел. Извините, потому что меня... Я просто не видел, что здесь можно обновлять свой автомобиль. Так, максимум, я так понял, он обновляется только на 10 пунктов, да? Ну, да. Конечно, давайте все характеристики автомобиля. Скорость, прыжки, вперёд-назад, аэродинамику. Всё прибавим на 10. Конечно, чё с я не знал-то. Давайте это сделаем. И наш вопрос, я думаю, о том, как приехать к финишу первым, будет решён. Давайте глянем. О, довольно-таки намного резвее автомобиль стал. О, я теперь могу уже соревноваться с этим автомобилем рядом. Я тут могу хоть на какую-то долю секунды его обогнать в чём-то. И... Ух, ребята, автомобиль довольно-таки мощный. Двигатель мы заделали, потому что он аж таки рвётся на свободу. Он просто хочет выпрыгнуть. Он просто хочет выпрыгнуть из себя и уйти вперёд на этом замечательном авто. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай-давай. Газу-газу-газу-газу. Видите, на льду... На льду колёса мой... Двигатель-то мощнее сильно, но... На льду мы не сумели набрать скорость определённую. Потому что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ребята, мы сделали сальто, вы видели? Это просто было что-то, это просто было круто. Ну-ну-ну, а кто пришёл первый? Да, ребята, я пришёл первый, вы представляете? Я пришёл первый в этой гонке. Да, вот так вот может быть. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск подошёл к концу. В следующем выпуске будем играть в следующие, в другие, более интересные игры. Комментируйте, во что бы вы хотели, чтобы я поиграл. Ставим пальцы вверх и обязательно подписываемся на мой канал. До встречи!